Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня у меня в гостях Александр Велш, автор одноименного проекта на YouTube. На своем канале в рубрике «В поисках титанов» он провел просто огромнейшее количество интервью с известными музыкантами из таких команд, как Эпидемия, Стигмата, Нуки, Слот, Аматори, Кирпичи, Тараканы. И знаете, это далеко не полный список. И сегодня мы с Александром обсудим множество интересных тем. В том числе и тему «В чем заключается успешность творческих людей?» или «Как людям удается выстрелить со своим творчеством?» Сразу скажу, что обозревая группы, я веду для себя, если так можно сказать, что-то вроде статистики успешности коллективов. И в моем понимании успешность – это не только приобретение какой-то медийной известности, но и возможность полностью оплачивать свои счета, в общем, жить за счет творчества. Так вот, обозревая группы, я пытаюсь понять, что именно принесло группе тот успех, который они имеют в том или ином виде. Да, есть определенные шаги, алгоритмы, выполняя которые любой человек может отхватить немного популярности, но мне кажется, что должно быть что-то еще. И ты, Александр, как человек, который непосредственно вживую общается с артистами, может, имеешь какое-то представление, как все это работает? Спасибо за приглашение, во-первых. Мне кажется, что жопа-часы все-таки влияют на успех людей. Как говорит Дмитрий Спирин, я все-таки с ним согласен, что настоящая работа у тебя не должна быть. Мне кажется, надо в какой-то момент на старте пожертвовать, усердно позаниматься музыкой, но при этом, знаешь, проблема в том, что надо уметь критически на себя смотреть. Надо признать, что ты неудавшийся музыкант. Может быть, найти свое предназначение в других вещах, потому что не все музыканты могут выстрелить. Что если, например, 10 лет вкалываешь, и на тебя все еще ходят 10 человек, то, ну, значит, ты что-то явно не тем занимаешься. Хотя, возможно, тебя это устраивает. Это понятно, что когда ты охренеть как дофига работаешь и пользуешься какими-то алгоритмами, какими-то шагами для продвижения, то, возможно, до какой-то степени раскрутить команду. То есть, ну, я знаю такие примеры, когда люди ездят по стране и собирают там от 100 до 300 человек где-то там в Москве, в Питере могут там по 1000 собрать, но это не тот успех, о котором я говорю, а то есть вот именно какая-то, допустим, известность на всю Россию, ну, опять же, допустим, тот же Таракан, те же Тараканы, да, тот же Дмитрий Спирин, то есть его знает гораздо большее количество людей, чем какую-нибудь там условную группу, которая ездит и собирает по 100 человек в каждом городе. Вот о чем я говорю. И то есть, может быть, что-то еще должно быть, потому что понятно, что работа, которую ты делаешь постоянно, ежедневно, когда ты ежедневно там общаешься со своей аудиторией, когда ты взаимодействуешь, работаешь с аудиторией, когда ты вкладываешь какое-то деньги там в развитие, в менеджмент, да, вот, ну, в рекламу, то оно приносит свои плоды, но мне кажется, что не только в этом заключается, и не только в таланте, наверное. Ну, еще надо быть личностью, но это уже, это десятая. Мне кажется, если вот, кстати, говорить про Спирина, то я могу отдать ему должное, что он усердно всегда качал свою медийку, то есть он, я, ну, типа, как бы вот недавний, если вот назад некоторые металлисты сейчас отмотают, увидишь, что Дмитрий Бамберг перед своим боем дал около 200 интервью за один месяц. И это очень тоже важно, потому что надо заниматься своими диками. Спирин, будучи молодым, ходил на все телепрограммы, на все радиоэфиры, старался искать, коммуницировать, то есть искать вот эти шаги. Я не знаю, сейчас, наверное, надо с блогером, наверное, надо вот тебе писать, мне писать, музыковскому, там еще, ну, там, Mirror's on Fire писать, да, там куча людей писать, и, типа, чуваки, расскажите про нас, давайте мы с вами какой-нибудь коллаб замутим интересный, клевый. И заниматься вот этой тоже медийкой, потому что она тоже супер важна, и ты должен, типа, как это, в день уделять, там, типа, дать одно интервью, мне кажется, там, типа, в месяц ты должен давать как минимум одно интервью, чтобы просто ты занимался вот этим своим, ну, тоже не на пустом месте, конечно, интервью давать. Знаешь, типа, вот, мы вчера и репетировали, давайте дадим интервью. Нет, там, типа, материал какой-то под интервью подносить, то есть, типа, как вот на Западе делают, чуваки записали демо, и такие, типа, вот, у нас вышла демо, можете послушать, вот у нас записалась песенка, можете послушать. И вот так давать интервью, просто искать инфоповоды, мне кажется, вот это тоже очень важно, потому что многие у нас на это забивают, и у некоторых групп вот выходит релиз в час ночи, и ты такой, типа, ну, презентация песни в час ночи – отличное решение, ребят. Я понимаю, что это выкладывается на всех площадках в час ночи, но, типа, камон, вам бы какую-нибудь промо сделать. То есть, я вот иногда такое вижу, и я думаю, блин, ну, что же вы, зачем вы так делаете, зачем вы сердечко-то мое разбиваете. Слушай, я абсолютно согласен, у меня даже недавно ролик выходил на канале, который назывался «Продвигай правильно свое творчество». Я не знаю, на самом деле, как стать популярным, как стать популярным артистом. То есть, я не могу давать практических советов, но я могу дать совет, допустим, как взаимодействовать с блогерами, с какими-то людьми, которые обладают какими-то ресурсами медийными, и чтобы там засветиться. Ну, по крайней мере, когда ко мне обращаются какие-то люди. То есть, я знаю, как надо со мной общаться, и как общаться с другими блогерами для того, чтобы появиться у них на канале, например. И да, и про постоянное наполнение контента, какие-то правильные действительно движухи проводить. Вот, допустим, если презентация песни проходит, чтобы было максимально удобное время для твоих зрителей. Не, ну, с другой стороны, если они там, как ты сказал, типа в час ночи, если у них все слушатели, которые там есть, активные, они живут по тому часовому поиску, в котором выкладывается эта песня, то, наверное, это правильно. Как бы если они рассчитывают на что-то большее, там, допустим, ориентируются на европейскую часть России, то, наверное, неправильно выкладывать песню в час ночи, как-то так. Ну, или, может, они какую-то сакральность хотят этому добавить. Я это так вижу. Ну, еще, знаете, как бы, вот совет очень странный, но заполняйте свои группы. Потому что некоторые люди иногда вот пишут, и я думаю, блядь, чуваки, ну, вот что вы хотите, что бы я с этим сделал, там, типа, вот у нас есть... У вас только релизы, и новости о группе вообще никаких нет. Я иногда готовлюсь к интервью, и даже у больших групп это что интересно есть, у них там только даты концертов, релизы, и никакое взаимодействие с своей вот публикой, ну, там, в ВК, в Инстаграме, просто тупо нет, и ты такой думаешь, ну, блин, вы как бы хоть бы как-нибудь вовлекаете, даже пускай это, типа, 10 человек, 2 человека, постоянных чувака будет, но это как бы хотя бы создаст, ну, интерес к тому, что, типа, вам не похер на свое вот это, ну, это же ваша домашняя страничка, это ваше лицо для вновь прибывших, если они придут и увидят, что, типа, ну, окей, ну, это группа, вот, например, условно, это группа Киш, можешь себе позволить ничего не делать, а вот группа Таракан не можешь себе позволить ничего не делать, потому что тогда будет сложнее. И знаешь, как минимум, если ты не будешь постоянно наполнять паблик, то он просто пропадет, в принципе, из ленты, все твои новости, а если будешь постоянно его наполнять, то он будет как-то, да, не продвигаться там при помощи какой-то рекламы, да, вот, которая у них в контаче есть, специальный инструмент для продвижения, но, по крайней мере, он как-то будет форситься, может быть, люди будут как-то репостить, смотреть, отмечать, и он будет большему количеству людей показываться твои посты. Это безусловно. И, кстати, вот, недавно у меня выходило на канале интервью с группой Путь, и мы то же самое, то же самое говорили музыканты, то, что ты сейчас говоришь, что обязательно надо наполнять свой паблик, потому что, говорит, ну, ребят, ну, что это, что за дичь, находишь, допустим, какую-нибудь классную группу, и дай бог хотя бы, чтобы релиз они какой-то выпустили, это вот Дмитрий, гитарист, говорил, релиз, а до этого там пять лет пустота и какая-нибудь там зазывалка на концерт, и все, говорит, ну что, кто так продвигает этим? Говорит, мы там на протяжении двух лет ежедневно наполняем паблик, да, можно ебнуться, но, блин, как без этого? Конечно, я понимаю, какой это тяжелый труд. У меня тоже, допустим, пять модераторов есть в паблике ВК, которые периодически закидывают. Один модератор постоянно наполняет контентом, там музыку размещает какую-то интересную, какие-то подборки музыкальные, ну, аутентичного там трэша, дэта, блэка. Есть ребята, кто просто там по трэшу, есть кто-то мемасики постит какие-то, но без этого никак. Ну, надо как-то людей привлекать, там, кто готов этим заниматься. Иначе, ну, просто не видать какого-то успеха, я считаю. Но знаешь, я бы хотел тебя спросить от обратного. Вот есть такой момент, допустим, наверняка ты, когда общаешься с музыкантами, я так предполагаю, возможно, у тебя такие мысли появляются в голове, блин, типа, какой кайфовый чувак, и какого хрена он такой недооцененный. А вот вопрос от обратного. Бывает такое, что ты общаешься с человеком и думаешь, блин, чувак, что ты несёшь, как вообще ты дожил, не знаю, до своих там 45 лет с такой там жизненной позицией, как бы, что типа, всё это типа такого. Как ты вообще мог стать известным, блин, с тем, о чём ты говоришь? Я так понял, знаешь, вот я в другом трюме ты говорил, я сейчас это повторю, что, извини, что матом, но ебанутые достигают успеха, потому что они вот именно ебанутые. И потому что, видимо, ну, за счёт того, что ты вот на своей волне вот этой как-то ебанутости, вот этой такой странности, да, ты вот и стал поэтому популярным, поэтому некоторые люди вот реально, то ли за счёт того, что у них вот эта вот чертинка в голове, ну, видимо, у нас юродивых любят в стране, вот, чем в стране человек, тем он больше внимания привлекает, тем он ярче светит, сияет. Ну, вот просто вот если вот в Москве ты вот едешь, если ты, я не знаю, или где-нибудь по России едешь, и вот люди, ну, они такие вроде суровые, да, но при этом, когда улыбаются, они вообще как будто сияют, вообще другие становятся. Вот я не знаю, почему у нас в стране не принято улыбаться вот так ярко и лучезарно всем, потому что, вот, например, ну, вот в Штатах я был, да, в Германии был, там вот люди спокойно улыбаются, а у нас вот ты идёшь, вот даже вот ты где-нибудь в селе вот где-нибудь под Костромой идёшь, и там типа люди всё равно суровые, то есть, типа, камон, улыбаться же, это вообще классно, мне кажется. Я думаю, это, знаешь, просто немножко другой менталитет, и у нас улыбка означает искреннее проявление чувств, ну, когда ты действительно радуешься, там, рад видеть человека, ну, и по поводу того, что в России не принято улыбаться, есть же такая поговорка, смех без причины признак дурачины даже. Ну, слушай, от того, что ты улыбнёшься просто человеку с утра в метро и скажешь привет, я думаю, вряд ли, что это плохо станет. Ну, это, то есть, ты считаешь, что вот какая-то такая чертинка такая, изюминка, да, в людях помогает им продвигаться, если, ну, какая-то такая ненормальность такая, как ты сказал, гибанутость. Ну, скажем, да, да, ну, ещё властность очень сильно, судя по некоторым моим героям, они очень властолюбивы, и они очень такие, ну, как вот такие прям держат, ну, то есть, они критичны к себе, они не позволяют делать хуйню другим вокруг себя. Короче, очень странно прозвучит, но музыка требует дисциплину, как бы, казалось бы, творчества, да, но музыка... Вот последнее интервью мне вообще, вот те, с кем, которые ещё не вышли, они выйдут чуть позже, вот они там очень много про это говорится, что я для себя открыл, оказывается, что в музыке очень сильно важна дисциплина и усидчивость. Про Москву говорю, возможно, у вас опыт там другой, просто заметь, что группы, группы из Москвы мало успешных, а группы из, ну, обычно они все в Москву приезжают уже успешным, когда Россию завоёвают, тут же Мумитроль приехал в Россию, уже будучи успешным в России, то есть люди вкалывали очень много в других местах, просто в Москве, например, у меня один друг говорил, что в Москве слишком много вещей, которые тебя могут отвлечь от занятий музыкой, и на старте, когда вот у тебя золотое время, когда тебе именно надо повкалывать, порепетировать и поделать какие-то вещи, то вот так, ну, он даже Рене вот в интервью, вот, которое вышло недавно, он работал в порту, чтобы просто есть, но как только музыка стала приносить ему деньги, он перестал вообще всеми работами мира заниматься, он стал просто только заниматься музыкой. Пока у музыки нет отдачи, сложно, но вот это время, когда вот у тебя нет отдачи, это самое лучшее время, которое вот у тебя есть, чтобы, ну, развить себя и свои скиллы, потому что вот, например, я на своем опыте расскажу, что я-то думал, что, типа, знаешь, я вот заведу блог и начну снимать, и, типа, делегирую людям, типа, вот, монтаж видео, да, звук, там, звукарь должен, да, я не против был заплатить, да, но когда у меня не стало, ну, то есть у меня не было денег, точнее, сначала были деньги, потом я был безработным, и у меня не было денег, и я понял, что мне надо как-то вывозить самому, и я начал это изучать, и в этом нет ничего сложного, что вот в итоге ты начинаешь изучать вот эти вещи, и ты в них начинаешь, ну, я думаю, у тебя так же, примерно, ты понял, как обложки, как обложки делать, и это очень учишься, и никогда не поздно учиться, что я вот вам хочу сказать, что я раз в месяц хотя бы один курс пытаюсь для себя понять, там, например, у меня ушло, ладно, правда, я тугоухий, и из-за этого у меня ушло, там, два года, чтобы примерно сделать звук приемлемым, чтобы хотя бы сейчас люди могли его хотя бы, ну, то есть, слышать, я-то думал, что для меня вообще откровением стало, что нужны петлички, потому что я думал, ну, типа, звук повесил, там, микрофон, люди слышат, и отлично, потому что я пишущий журналист был, я не знал, что в видео это так не работает, то есть, для меня это было такое, типа, откровением в свое время, типа, там, пять лет назад, когда я начинал блог, заново его рестартиваю, я думал, что, типа, ну, блин, это же все очевидно, это же так работает, типа, знаешь, вот микрофон, он же вот так работает, там, типа, петли, какие-то пушки, микрофон, ты все, то дело, в котором, то дело, в котором ты занимаешься, ты должен его изучить так, чтобы ты понимал все его тонкости, мне кажется, потому что у меня очень мало музыкантов было, которые говорили, ну, я вот просто брынь к делу, и все получается, таких вот, там, один, наверное, был, который так говорил, в основном у всех это дотошное изучение своего дела внутреннего, то есть, ну, вот так, они прям досконально въедались в то, чем они занимались, да, поэтому не верьте Юрию Дудю, который говорит, что на коленке сделать для Ютюба достаточно, на его коленке и вашей коленке очень сильно отличается, на его коленке это 200 тысяч в камеры в одни потратить, ну, вот, допустим, да, с одним моментом мы разобрались, то есть, при определенных алгоритмах, ну, как бы, которые мы с тобой знаем для продвижения, также продвижения музыки, например, чтобы получить какую-то определенную аудиторию, чтобы там собирать, ну, грубо говоря, 50-100 человек на концерте, чтобы, не знаю, набирать какие-то там тысячи просмотров на видео, мы знаем, как это делать, но вот, что касается больших объемов, тут уже вопрос другой, и знаешь, мне лично кажется, что не все так просто и не все совсем так честно, потому что, если мы возьмем какие-то сверхизвестные группы, даже западные, казалось бы, там, ну, например, Моторхед, да, Мановар, к примеру, мы возьмем, Металлику, и казалось бы, ну, типа, что это чуваки, которые пробились сами, но если мы так чуть-чуть посильнее копнем, то мы увидим, что эти команды тоже были в такой определенной, как сказать, круговой поруке, и то есть не все появилось просто так, то есть не появился там Вар Сурлих, не позвал, мы знаем эту историю, позвал Джеймса Хэттл, да вот они там написали Hit the Light, попали там на сборник Мессакра, и все завертелось, нет, Вар Сурлих был как директор американского фан-клуба Моторхед, и на протяжении огромного количества времени колесил вместе по гастролям, там даже есть в одном из буклетов пьяный Вар Сурлих 15-летний валяется, обблеванный, у Моторхеда группы, а перед тем, как он еще не написал ни одну песню, он уже договорился с Зазулой о том, что его группа будет участвовать в сборнике Метал Мессакра, вот представляешь, какое дело, а еще ни одной песни не написано, то есть вот такая тема, допустим, Мановар Джоди Майо, бас-гитарист, он работал техником у Black Sabbath, те люди, которые были уже в этой движухе, они не появились из ниоткуда, они не стали популярными просто так, и я хочу сказать, что, допустим, если мы возьмем американскую киноиндустрию, например, то все вот эти там Анжелина Джоли, Том Круз, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, они все ходили в один и тот же клуб Микки Мауса, театральный кружок, они все выходцы из кружка Микки Мауса, который там, я так понимаю, калифорнийский, да, или какой он там, если мы возьмем старый русский рок, то это в основном выходцы из питерского и московского рок-клуба, то есть это просто тоже не люди с улицы, да, там русский рок 90-х это немножечко другой момент, другой как бы феномен, там вообще сложно говорить, там и политическая, и социальная, напряженная ситуация в стране была, там, наверное, можно было как-то выстрелить, но вот когда, в моменты, когда все более-менее спокойно, мне кажется, это вот только в какой-то такой круговой поруке все рождается, я так считаю, как ты про это думаешь? Ну, вообще, я согласен, что тусовка важна на старте, что тебе надо в тусовках, но для этого тебе надо ходить на концерты, тусить с людьми, общаться, при этом, вот ты скажешь, ну как же, мне надо же где-то музыку еще писать и на работу ходить, да, ну, типа, музыка должна быть вашей работой, согласись, было бы классно, если бы любимый музыкант не хотел бы, ну, не искал бы, где деньги заработать для платежки счетов, а писал бы музыку, это было бы, ну, было бы в идеале, да, так в нашем мире, группе работает на сегодня, да, вечером свободен, купите ему билет, пусть он пойдет познакомиться с кем-нибудь из других групп, там скажет, типа, чуваки, привет, классно, давайте попробуем коллабу, вот наши демо послушайте, или найдет директора группы, вот лучше всего, конечно, директор группы и доебывать его, конечно же, сказать ему, что, типа, привет, мы хотим с вами коллабу, там, либо вместе сыграть концерт, позвать людей на концерт, узнать, что им нужно, либо дать им демку послушать, про медийку мы говорили, но и социальную жизнь вашу тоже надо заниматься, не сидеть, знаете, там, типа, вот вы сидите на кухне, дома музыку у тебя там в этом вашем каземате творческом пишете, а потом, типа, бля, почему меня никто не слушает, а потому что ты, вы в мир не выходите, вам еще с миром надо общаться и выходить в мир, те же самые, опять же, не только интервью, но вам надо еще с другими музыкантами общаться. Энтони Кидис рассказывал про группу, там, где очень классно тетечка на гитаре играет, я забыл, как название, я сейчас не вспомню, суть в том, что она, они как бы заявляли о себе и тусились, ну, тусили все время с музыкантами, и они, короче, поднимались по лайнапу очень планомерно, у нас в стране тоже это есть, у нас тоже группа планомерно по лайнапу, ну, поднимаются рано или поздно, если вы играете, вы можете взять, знаете, как некоторые группы, взять измором, то есть, чем дольше вы существуете, тем больше ваш шанс, потому что вокруг вас сцена умрет, я хотел так пошутить, что с группой Луна так произошло, но группа Луна, да, ну, по сути, да, сцена умерла, и вы станете ее флагманом, но почему нет, если это приведет вас к успеху, посмотрите, у группы Луна хороший успех, они пытались до этого, у них была там, в Матагоне вид играл, да, потом он в трактор боулинге играл, то есть, они потихонечку строили вот этот кораблик, и в итоге они стали Луной, который сейчас собирает, блядь, соудауты в московских клубах и в московские концерты, так что, все возможно, возможно, ваше время еще не пришло. Может быть, может быть, на самом деле, ну, кстати, да, по поводу того, что надо часть обязанностей делегировать знающим людям, я тоже думаю, это правильно, то есть, нужен менеджер какой-то, если ты будешь сам всем заниматься, ты реально с ума сойдешь, и я думаю, что людей, которые хотели бы этим заниматься, на самом деле много, просто, как-то у нас все это, видишь, у нас нет индустрии, просто, у нас все это не развито, абсолютно никак, то есть, нет вообще понимания, куда двигаться, я думаю, у группы изначально, что вообще, в принципе, им делать, и я думаю, что, может быть, вот это интервью, оно как-то, ну, вот это видео, да, оно принесет какую-то пользу, в этом плане, чтобы люди хотя бы понимали, что им делать. Позиционирование себя, да, ты прав, это правда, это очень важно, как позиционировать себя. Да, ну, допустим, если ты позиционируешь себя, наверное, просто, как барабанщик, то ты должен и группу искать, где ты будешь просто барабанщиком, но ты понимаешь, что эта группа должна, там, другие ребята, другие какие-то обязанности на себя возлагают, что если будет просто, там, группа из-за них музыкантов, то эта группа так на репточке и останется. Я вот был директором нескольких групп, и я, типа, понимал, что они это говорят, потому что плохо свою работу делал. Понятно, что они тебя похвалят или не похвалят, но ничего страшного, тебе похвала, хороший концерт группы, а не слова людей. Типа, тут не за признанием надо больше бороться, а за то, чтобы твоя работа была сделана, а не, ну, это самое важное, типа, чтобы ты, ну, типа, вовлеченность должна быть высокая. Ты сейчас сказал, что был директором нескольких групп, слушай, это же просто офигительный опыт, и ты вот непосредственно, как директор этих нескольких групп, ты можешь поделиться сейчас своим опытом? Что вообще должна группа делать? Твоя задача, как бы, вот, будучи директором группы, заниматься группой ежедневно, там, типа, использовать свой медиаресурс, если он у тебя есть, если ты, например, блогер, плюс я своим друзьям, ну, всех вот, как это, промоутеров, наверное, так сейчас называется, всех организаторов концертов в Москве, я задабливал и говорил, что типа, мы хотим вот выступить, мы готовы там, ну, потому что там первая моя группа, которая занималась, была группа All4U, они были молодые чуваки, я говорю, мы готовы первыми играть, мы готовы начать разогревать, нам нужна практика, и мы вписывались на такие концерты, мы не вписывались, ну, то есть сразу отменились, уже по моему личному опыту, когда я играл в группе, что не нужно играть за выкуп, куча из идей, забейте болты, и сделайте лучше сами концерт, и назовите своих друзей, и провалитесь там, типа, будете, типа, в Москве раньше можно было найти клубы за бар, то есть, типа, там вы могли любую сумму билетов, типа, вы могли позвать какого-нибудь большого артиста, и на фоне него сыграть, и почему нет, и, соответственно, вот, занимайтесь тем, что, типа, сделай, мы сразу же, я сразу же сказал, нам надо записать демо, мы записали демо, ну, записали епишку, сделали баннер, и это, типа, супер важно, либо, ну, приносите флешку, сейчас же в многих клубах есть проекторы, да, 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 эти проекторы, да, 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 вы приносите, и чтобы вы выделялись, чтобы вас могли запомнить, на каких-то, вот, таких вещах, это работает у людей, ну, то есть, значки можете, кстати, вот, ну, кстати, что удивительно, купите, сделайте маленькую партию значков, она вам в тысячу рублей выйдет, ну, как мерч такой, в Штатах мерч, в России, то, в Штатах мерч очень сильно популярная штука, в России мерч тоже очень популярная штука, я не знаю, кстати, вот, иногда вот группа подходит, говорят, а у вас есть мерч, или еще какая-нибудь херня, там, типа, продавайте свои диски, там, ставьте стенд со своими штуками, потому что это, люди вас будут так запоминать, потому что, вот, когда Дженнер в Москву первый раз приехали, они приехали с кучей кассет своего альбома, где, вот, как раз, джанк был, вот, и поэтому, ну, типа, как бы это работает, также у меня вот была болванка в свое время с 5DS, когда они приехали в Москву, первый раз они болванки, часть болванка они раздавали, часть болванка они продали, соответственно, вот, это, я не знаю, сейчас это сработает, как бы, или нет, болванки, но вы можете сделать QR-код, с, во всеми вашими, там, соцсетями, Яндекс.Музыка, ВК.Музыка, Буму, там, не знаю, что сейчас осталось с Дизером, там, типа, Apple Music, там, все равно, то есть, сделать так, чтобы вы были доступны людям, чтобы люди, послушав вас на концерте, могли в любой момент вас найти. Еще, наверное, про сценический образ надо поговорить, потому что это тоже очень важно. Опять же, ну, в последнее время, которое я помню, мы играли на концертах, как раз вот до первой, начала первой пандемии, мы играли в клубе, там, три концерта подряд, ну, типа, какой-то, типа, рок-баттл был, короче, по фаннице пришли. И мы смотрели на выступающих ребят на протяжении трех концертов. И, короче, мы просто видели обычных чуваков в обычных, там, майках, рубашках, джинсах, и это просто какое-то, я не знаю, ну, такое уныние, даже не смотря, что у ребят, допустим, какая-то музыка, там, ну, довольно приятная, но, блин, я их даже не помню, как все они выглядят, серьезно, никто даже на глаз не упал. У нас, например, даже есть в группе запрет на джинсы, то есть, ни в коем случае в джинсах нельзя выступать, то есть, это должны быть любые там штаны, там, не знаю, что угодно, но ни в коем случае не джинсы, ну, потому что это просто, это какой-то прям, ну, совсем уже древний панк-рок, когда связь между зрителем и, получается, артистом теряется, а она, мне кажется, должно оставаться какая-то дистанция, должна, иначе группа не запомнится просто. Не, ну, вы можете быть, ну, у вас вокалист может в зале петь, типа, вы такие трушные, если блокари, например, ну, вас тоже так запомнят, но я вам открою секрет молодым группам, чуваки, хотеть, чтобы вас запомнили, сделайте себе 30-40 секундное интро, чтобы отделять себя от других групп, и когда вы настроите звук, там, типа, потому что это будет мешанин у вас, выходить будет, просто отойдите на минуту, сделайте интро, и сделайте к нему вступление, это так отделит вас от всех от других, вы настолько будете отличаться, просто даже, просто пианинка даже, если вот просто вот к Элизи, вот этот, Бетховенская будет сыграть, там, лунные с аназами, даже если она сыграет, она вас так пиздец отделит на металл-концерте, что вас запомнят, хотя бы по этой части, потому что, ну, понятно, что материал должен быть, типа, это такие фишечки, чтобы, типа, вас отделили от других групп. Да, да, ну, мне кажется, узнаваемая какая-нибудь тема из фильмов какого-нибудь, это самое, наверное, самое актуальное будет, я так считаю, и узнаваемо, и люди запомнят, по крайней мере. Да, потому что, когда на металл-концерте, постоянно, джжж, что происходит, почему. Да, люди могут сказать, блин, что это за чуваки, а, это те самые, не знаю, Brutal Dead стеры, которые под Селин Дион выходили, о, прикольно, типа, музыка из Титаника. Вот, да, не забывайте то, что вы должны быть интертейментом, занимайтесь интертейментом своей публики, чтобы люди приходили на концерт, и они удивлялись. Интертеймент, это что же, шифруй, пожалуйста. Это, ну, будьте немножко аниматорами на концерте для своей публики, даже если вы думаете. Шоу устраивать. Да, да, вот шоу, да, шоу, отлично, слово. Потому что, ну, понятно, что есть такие группы, типа, как Sun O, которые, или Sun, которые могут встать, там ничего не будет происходить, но до того, чтобы, ну, это, типа, редкие группы, которые такому могут себе позволить, так держать себе зал, чтобы вы будете стоять, и у вас слюна будет течь вот так, потому что они играют там, раз в одну минуту бьют по струне. Но большинство групп, вам надо запомниться, даже если у вас будут красные рубашки, это будет уже запомнено. Потому что, я, например, расскажу ситуацию, мы как-то были, у BrickWord подписали на лейбл, группу BrickWord, и они пошли играть, а там, типа, все металлисты всякие, знаете, там, типа, Power Metal играли, еще что-то. Я с того концерта помню группу Шмели, потому что там вокалистка упала, и раздвинула ноги. И еще я помню чуваков, которые играли в красных рубашках, у них был вокалист, у него вот была рубашка, расстегнута на грудь, и вот снизу поставил себе вентилятор, и у него волосы были длинные. И вот, прикинь, я вот до сих пор это помню, это было в 2004 году, чтобы ты понимал. Я до сих пор вот это помню. Я не помню, с чего они играли, как они играли, но вот эту часть я очень хорошо слишком помню. Да, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже помню концерты, там, начало нулевых, там, 2002 год, чуваки вышли играть в коробках из-под холодильников. Ну, это да, такие моменты они запоминаются, это действительно круто. Но Сигмата, например, пельмени раскидывал или конфетки на своих концертах, и я рассказывал это в интервью с Игорем, но, типа, первый концерт в Москве, они такие прямиком из колбасного цеха, колбасного цеха это рейв-фестиваль, для тех, кто не знает. Вот, и они доставали большие пакеты с конфетами и просто в зал вот так их кидывали. Так что, можете вот такой хернию запоминаться. Типа, не грешите этим, потому что, ну, это, ну, это весело. На первое время, потом вы сможете стать серьезными, большими, серьезными артистами, когда вы будете выходить, вставать в позу и играть. Но, вначале веселитесь, поймите, что ваше, что не ваше, как бы, попробуйте такие всякие штуки. Слушай, ты такой еще интересный момент сказал по поводу того, что некоторые группы берут из Мором, и я хотел тоже с тобой обсудить, я даже записал этот момент, и ты сам сказал этот тезис, и я думаю, блин, прикольно как раз. Короче, вот, есть коллективы, да, у которых там несколько песен всего, там, выстреливает, да, есть коллективы, там, какие-то супер известные, а вот, допустим, знаешь такую группу Год Змеи? А, да, да, я все понял. Вот, и прикол в том, что у группы, я не знаю, мне кажется, у нее 150 альбомов, и все, что они делали, это просто бесперерывно писали песни, и в итоге их песни перепевали известные музыканты, там, типа, секс и рок-н-ролл, там, 2000 баксов, просто вот, серьезно, может быть, хит за хитом, хит за хитом, но, блин, но группа не имеет, ее знают все, как бы, да, то есть, ее знают известные музыканты, которые даже перепевают ее, ее знают люди, но, в принципе, они никого медийного интереса не вызывают, хотя чуваки тоже достаточно колоритные, сами по себе. Ну, иногда бывает, что им это не нужно, а еще очень важная штука, вот из интервью я это вынес, что, ну, некоторые музыканты, честно говорят это, они сами говорят это, что иногда еще очень важна удача, без удачи, много чего может не получиться, ты можешь быть сколько угодно классным и здоровским, тебя могут не заметить, тупо, и, как бы, но так может быть, вот, и удача важна, ну, то есть, типа, ну, чтобы у тебя была удача, соответственно, надо что-то делать. Да, естественно, и быть к этому готовым, потому что, если ты охренеть к этому не готов, и вдруг на тебя сваливается какая-то известность, то, как бы, да, все, удача произошла, вот шанс, но ты не сможешь воспользоваться, поэтому надо быть уже максимально к этому подготовленным, у тебя должно быть, там, не знаю, записано 100-500 альбомов уже, да, ты уже умеешь выступать на сцене, ты умеешь что-то играть, открывается вот это окно, ты в него попадаешь, и тогда может быть что-то получится, потому что, если бы Лена, не знаю, десятиклассник, типа, собрал группу, да, и приехал к ним, грубо говоря, сейчас нужно неактуально, Юрий Дудь, да, и показал эту группу у себя в передаче, то, естественно, эта группа никакого успеха в дальнейшем иметь не будет, ну, может быть, только в каком-то мемасном формате, там, посмеются над ними, что они плохо играют, и забудут. Да, и надо понимать, что без денег очень тяжело, очень тяжело, это очень дорогое удовольствие, вообще, получается, заниматься музыкой, и для того, чтобы вы понимали, допустим, Эпифанцев, он же любитель тяжелой музыки, любитель блока, он еще и занимается тем, что снимает клипы для музыкальных групп, и если я не ошибаюсь, у него ценник, когда я смотрел, там, что-то года два назад, был, по-моему, 28 тысяч долларов за клип, то есть, это большие деньги, для меня это гигантские деньги, например, то есть, ну, это реально дохера. Ну, не, ну, такие деньги, то есть, типа, группа может, в принципе, вложиться? Может, может, но готова ли группа вложить, там, два с половиной миллиона, грубо говоря, там, три миллиона? А, можно клипы дешевле снимать? Можно, но, это я просто так, к слову, что это... Ну, здесь совет, ищите идейных чуваков, которые за портфолио готовы снять вам клипец. Да, да, и, скорее всего, первые какие-то клипы, это будет полная кринжатина, которую будет невозможно смотреть, потому что все мы знаем эти русские клипы, которые снимают люди сами в своих квартирах, а потом, как все это выглядит, ну, блин, это... не очень заманчиво, как бы, это не делают группе плюсы, и после этого клипа не хочется группу слушать, можно сказать, вообще. но есть эти чуваки из Самар, по-моему, или из Талете, прошу прощения, а из Самар, по-моему, обираться, у них там они играют, они играют, блядь, типа, у них не было, ну, они нашли такую локацию, они просто на обочине дороги стоят, и чуть-чуть ее перекрыли, чтобы они, типа, на дороге играют, и, типа, днем там машины их объезжают, это так смешно смотрится. Ну да, да, но хотя, может быть, если какая-то суперинтересная идея будет, ее можно реализовать, как бы, малыми средствами, вот, ну, просто фишка в чем, что это тоже так же, как с Ютубом работает, то есть, если вы наложили эффект в ЭХС, это не застарило ваш клип, просто если он был, как бы, изначально говном, да, он не сделал его винтажом, как был говном, так и остался, и с Ютубом то же самое, если у тебя там, не знаю, не построена какая-то около студия дома, да, или ты не снимаешь какую-то студию, в которой ты снимаешь видосы, а просто сидишь там, не знаю, на фоне какого-нибудь обоссанного дивана и воткнул свою рожу в телевизорик винтажный, это не делает твой контент винтажным, это твой контент, такое же говно, просто с ПНГ винтажного телевизора, вот и все, с картинкой. Еще странный совет, я сейчас сразу подумаю, я вспомнил, что когда мы вот играли, ну, точнее, я уже был директором, мы брали деньги с концерта и треть откладывали на, ну, на поездки, на клипы, на что-то такое и всегда откладывали, то есть, типа, либо себе в карман, ну, то есть, вы можете либо себе в карман класть, но тогда вы ничего не зарабатываете, тогда вы просто, ну, типа, репетиции себе отбиваете, а так всегда надо, ну, как бы делите там на три третьих, ну, одна треть на репетиции, одна треть на это, и одна треть на это, понятно, что сложно сначала это там, маленькие деньги, но потом эти деньги будут увеличиваться, и они вам вернутся в сто раз лучше, у вас будет бюджет, ну, у вас хотя бы будет стартовая сумма На клип условно То есть вы там дали 5 концертов Вы заработали с каждого по 500 рублей Это уже нормально На что можно начать снимать клип Даже можно подкопить эти деньги Это великолепная мысль Можно подкопить деньги И на эти деньги скатать Тур Даже если его скатать в ноль Даже если чуть-чуть в минус, ничего страшного Зато у вас будет уже опыт гастрольного тура На что на мой взгляд Далеко не все группы сейчас способны молодые У вас появится огромный багаж выступлений Вы просто вообще, мне кажется Перестанете париться о том Об игре на сцене Это перестанет быть для вас чем-то сложным Это просто станет Обыденной темой И вы начнете, мне кажется, по-настоящему получать удовольствие Перестанете париться, переживать на сцене Из-за всяких мелочей и пустяков Просто начнете кайфовать от музыки Уже непосредственно Это будет огромнейший опыт Слушай, а я еще хотел про индустрию тебя спросить У меня уже такой последний вопросик Как считаешь, в России вообще возможна индустрия В сфере тяжелой музыки В сфере просто рок-музыки Которая хоть бы чуть-чуть напоминала Вот эту западную модель Когда лейбл помогают артистам С турами С записью альбомов Даже если не суперфинансово вкладываются По крайней мере, какую-то медийную поддержку мощную оказывают Пихают группы В тур уже с какой-то более известной Например, группой вместе их отправляют Вот такая вообще возможна у нас тема Не для избранных, так сказать Потому что если, допустим, мы возьмем наше радио То как бы на ютубе есть человек Один блогер Хэви-металист И вот в одном из своих видосов Говорил, что даже имея знакомых Из группы «Эпидемия» и «Ария» Попытаться прорваться на наше радио Невозможно Потому что туда нет входа Туда нет выхода И эти сами ребята из «Эпидемии» И непосредственно из «Арии» Они говорят А мы не знаем С кем даже поговорить О том, чтобы как бы пытаться зафорсить чью-то запись Ну, «Эпидемия» туда Ну, «Эпидемия» не очень любит наше радио Но сейчас я их более-менее полюбил А раньше их не любил Козырев лично И я знаю, что и он «Арию»-то не очень любил Но он просто брал ее за счет того, что она суперогромная Эти группы типа не супер, как это, ревелантны Сейчас, наверное, для примера Потому что Ну, всегда есть эти Как это В программах «Хоббита» по-моему, есть нержавей Ну, как это Жесткий диск По-моему, вам надо туда попробовать попасть Плюс Программным директорам ебать мозги, конечно же, можно Но из того, что я знаю Ну, сейчас вам радио не нужно Вот серьезно Забей Ну, то есть типа оно нужно В нашей стране Но в то же время Вы можете хуй забить И использовать YouTube для этого И развивать свой YouTube Но По большому счету и радио Вам надо как-то с ними коммуницировать И пытаться Участвовать в их активностях Там, типа Люди же как-то попадают туда Значит, соответственно Надо им присылать песни Писать им Какие-то вещи Предлагать там Ну, то есть это менеджмент ваш должен работать У нас есть металл-лейблы Они занимаются просто Скажем так Там очень много старых связей С которыми вам придется иметь дело Вам придется учиться общаться с тынку С чуваками там Не знаю, с Олесей Глазастой И еще с кем-то Эти ребята вам там тоже дадут какие-то советы Но К сожалению, там Порсель уже Как это Бля, я не знаю Как бы Есть ли смысл сейчас в хэви метал Вообще Стараться Да, я даже Видишь, дело не в хэви метал Я просто К примеру привел Я к чему это сказал Да, ты правильно Хорошо подметил Что Там есть вейблы Которые там Взаимодействуют Пытаются выходить На каких-то блогеров Это действительно очень круто Но я убеждаюсь Просто в очередной раз Что вся индустрия Только опять же В наших руках А это как-то Это как-то Грустно Мне кажется То есть Знаешь Всю жизнь старался Стать Там Грубо говоря Известным рок-музыкантом Но для этого пришлось Организовать свой вейбл Поднять канал Стать популярным на канале А потом там Продвинуть свою музыку Типа И вот от этого Понимаешь Грустно Что мы теперь и есть Грубо говоря Это индустрия Вот А я про то Что Про радио Что люди обладая Ну достаточно мощным Пока еще Пока еще востребованным В какой-то мере ресурсом Ну просто наложили хер Вот я про что Они не наложили хер Это проблема публики В тем что Публике сложно Ну как бы Знаешь Как проблему Ну как пел Захар Май Что главная проблема Музыки в России Это только ты Вот Но Суть еще в том Что Новинки Люди Ну типа Есть радиоисследование Что типа Как только начинаются Одни новинки Интерес к радио Очень сильно Ну рейтинги Начинают просаживаться Соответственно Они обратно Врубают вот эту машину Как это Популярных чуваков И соответственно Молодые Отсекаются И все И понятно Что вам надо через Ну типа Короче Я здесь сторонник Как Муми Троль сделал Он стал популярным Во всей России Так что Он заставил себя Слушать других людей вокруг То есть Когда группа С каким-то Третьим С вами Или Четвертым Альбом Вот эта морская Где вот это Были все хиты Он же там Какой-то По счету Уже Альбом И то есть Соответственно Вся Россия Уже знала Об этой группе И только потом На радио Взяли То есть Соответственно В Москве Это сложно Сделать так Что Завоевывайте Россию И Москва Завоюется Сама Понятно Что если В вашей группе Год И Ну Если у вас Есть медиаресурс Большой Там Типа Ваш Тикток Например Словный То вы Выстрелите И вас К вам Прислушаются А если Вы там Ну С 50 человеком На ютюбе С одним роликом Ну Я не знаю Да Надо Чтобы Было Какое То Портфолио Обязательное И мы С тобой Про это Уже Говорили Что Надо Постоянно Наполнять Контент И Кстати По поводу Того Что Группе Год Смотрел Как-то Радио Чача Интервью Чачи Иванова С Группой Ёрш И Они Выступали У него На радио Получается Ну Там Запись Была Из Радиобудки Из его Где он Трансляции Вел Радио Чача И В общем В разговоре Группа Ёрш Говорит Вот Нам Уже 10 лет И Чача Им Отвечает Что 10 лет Это Как раз Тот Момент Когда Группа Начинает Считаться Молодой Только До этого Вы вообще Не группа Вы полный Я утрирую Грязь Под ногтей И только После 10 лет Вас Можно считать Только Молодой Группой Так что Вы В самом Начале Пути Ну Я был На одном Музыкальном Как это Называется Ну Типа Это Ивент Короче Не на Колизиум А Который делает Кстати Вова Исканга Короче Была встреча Чуваков Из металлсцены И прочее И там Выступал Снэйк И он Рассказывал О том Что их концерт С Офф Спрингом Показал Людям Некоторым На их концерт Люди стали приходить И говорят Мы впервые Узнали Что в России Есть панки Чтобы вы понимали На тот момент Группе Наив 17 или 18 лет Было То есть Представляете Насколько Люди Не вовлечены Были в музыку Что они Узнали На концерте Офф Спринга О группе Наив То есть И ты думаешь Бля Ебать Это же стрёмно Да Ну Поэтому да Если кто-то Занимается Творчеством То он должен Быть готов Что это Не выстрелить Завтра Что Оно Может выстрелить Через 10 Через 15 Через 20 А может вообще Никогда не выстрелить И надо быть готовым К этому Либо Ищите Ебанатов В хорошем смысле Слово Как вот Спирин В свою команду Илья Островский И еще Некоторых чуваков Ищите Которые Будут заниматься Группой Прям очень усердно И заебывать Всех То есть Чтобы Вот Тогда у вас Все получится И знаешь Мне кажется Такой еще один момент Ну и как по себе По блоку Могу Судить То есть Надо Все возможные Варианты Перепробовать То есть Надо пробовать 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 Там 100 Вариантов Не знаю Своей музыки Даже Даже если Не знаю Цель есть Стать Какой-то Известной Относительно Хотя бы Медийной Личностью То Надо Пробовать Себя В разном Да Понятно В какой-то В одной Примерной Сфере То есть Допустим Играешь Музыку То И вот Ну ты прям Хочешь играть Грубо говоря Там Трэш Метал Но он У тебя Не идет Ну у тебя Допустим Классно Получается Какой-нибудь Там Панк-рок Блин Чувак Играй Панк-рок И допустим Если вы На концертах Играете Трэш Все стоят Унылые А потом Одну Какую-нибудь Панковскую Песню По кайфу Зарубили И все Расколбасились Блядь Чуваки Понятно Чего вам Надо Заниматься То есть Искать себя Постоянно Просто Бывает Такая тема Что одним Людям Просто Ну что-то Не подходит Даже Если Они Очень Сильно Этого Хотят Но Можно Найти Себя В другом Я считаю В очень Близкой Теме Которая Будет Также Приносить Удовольствие Она Будет Также Делать Вас Типа Более Популярным Медийным Не надо Этого Бояться И надо Перепробовать Не знаю Сто Вариантов Достаточно Чтобы Получилось Всего Один Раз Не Важно Что Сто Раз Не Получится Зато Если Один Раз Получится То Оно Получится Тогда Уже Все Завертится И начнется И будет Круто Я Давать Отчет Это Очень Важно Что Будьте Честны С собой Зачем Вы Приходите В музыку Если За Деньгами То Играть Трэш Это Не Лучшая Идея То Ну Типа Лучше Есть Стиль Музыки Поинтереснее У меня Вдруг Как раз Из трэша Ушел Виагру В живой Состав Играть На басу И он Говорит Ммм Классно Это Кстати Известная Штука Что Например Барабанщик Это Этого Альбома Выпущено Он Кстати Очень Хорошо Играл Он Ушел К Стасу Михайлову И чтобы Остаться У него Барабанщик Стас Михайлов Подарил Ему Квартиру Это Байка Но Говорят Что Очень близко К правде Поэтому Ну То есть Ты поиграл Со Спирином Понял Что Панк-рок И вот Бас Биты Все Это Не Твое Идешь К Стасу Михайлову И чтобы Ты Оставайся В группе Тебе Платят Квартирой Да Такая шутка За 300 Сейчас будет Играл Со Спирином И проиграл Я просто Знаешь Много раз Не понимал Есть музыканты Которые Добились Своим успехом Они стали Популярными Но им Почему-то Очень важно Было Как это Сказать Правильно Вот это Street Credability Учить Почему-то Аматри В какой-то Момент Было Очень важно Чтобы Их Металлисты Признали Почему-то Еще Каким-то Группам Почему-то Очень Было Важно Чтобы Чуваки С Мясорубки Или еще С каком-то Неформат Форума Или Фunky Соус Их Признали Как музыкантами Ну Это Не важно Если Вы Добились Успеха Вы Собираете Стадионы Или Большие Залы Зачем Не стремитесь За Street Credability Street Credability Оно Либо Есть Сразу Либо Его Звоевывают Другими Вещами То есть Мне кажется Так Потому что Не надо За этим Гнаться Мне кажется Это Стремная Штука Когда Ты хочешь Чтоб Тебя Признали Ну Какие-то Эксперты Диваны Зачем Ты Им Никогда Не угодишь И Кстати Надо Понимать Наверное Вот Этот Объем То есть Любой Аудитории На которую Ты Хочешь Работать То есть Ты будешь Играть Metal Например Ты будешь Играть Trash Metal То ты Приготовься К тому Что Вся Это Будет Около 30 35 Тысяч Если Такой Олдскульный Если Играешь Что-то Более Зефирное Ну Да Может На 100 Тысяч Аудиторию Какую-то Выходить Я Прекрасно Создавая Канал Просто Осознавал Что Делая Видео Про Трэш Дэд И Блэк У меня Аудитория На Ютубе 25 Тысяч Человек Ну В принципе По Большому Счету Все Что Я Трех Групп Музыкальных На самом деле Огромный Опыт И Я Не знаю Я бы В юности Душу продал Мне кажется За менеджера Который бы Занимался Какими-то Раскрутками Ходил бы По каким-то Мероприятиям По каким-то Организаторам И за нас Что-то бы Просил И как-то Пинал нас Собираться На репы И что-то делать Спасибо вам Всем огромное Что уделили Нам время Спасибо огромное Подписывайтесь Вот на мужчину На канал На мой канал Посмотрите Вдруг найдете Что-то интересное И Делайте музыку Пишите музыку Делитесь музыкой Можете Мне в личку Кидать свою музыку Я даю слово Как минимум Я ее послушаю А если вы напишите Оставь отзыв Уебан Я оставлю вам отзыв Круто Круто Да Спасибо друзья Огромное Увидимся на стриме В пятницу Все ссылки Будут в описании На канал Александра Вы там все найдете Найдете его Великолепный канал С его огромным Количеством интервью С известными музыкантами Обязательно переходите Смотрите И пока